В имя Отца и Сына и Святаго Духа Во время Великого Поста мы, православные христиане, призваны особо обратить внимание на свою внутреннюю духовную жизнь и разглядеть в ней то, что требует исправления. Мы взираем вовнутрь самих себя не для того, чтобы услаждаться своими добродетелями, своими талантами, своими успехами, не для того, чтобы лишний раз сказать самим себе, какие мы правильные и хорошие, а для того, чтобы увидеть свои слабости, свои недостатки и свои грехи. И Церковь предлагает во время Великого Поста определенные средства, которые могут помочь человеку разобраться в этих сложных перипетиях внутренней жизни своей. И одним из средств является воздержание. Воздержание — это самоограничение. Если человек ограничен в пище или в еде под влияние внешних обстоятельств, то чаще всего это связано с каким-то социальным, гражданским неблагополучием или социальным, имущественным неблагополучием. И потому не является добродетелью, а скорее является бедой, которую нужно исправлять. А вот когда человек добровольно себя ограничивает в пище, в питье, в удовольствиях, сдерживает свои чувства, вот тогда такое отношение к самому себе называется воздержанием, является добродетелью одновременно и средством, и способом благоприятно воздействовать на свою внутреннюю духовную жизнь. Во время поста предлагается воздержание от скоронной пищи, от употребления алкоголя, позволяется в воскресные и праздничные дни употребить немного вина, натурального, некрепленного, а крепкий алкоголь вообще следует полностью исключить на время Великого поста. То же самое касается и пищи. Мы не употребляем калорийную пищу, животных жаров и даже рыбу. Стараемся вкушать овощи, можно употреблять морепродукты. А в первую седмицу Великого поста даже вареная пища и то предлагается только дважды в неделю, когда совершается литургия преждеосвященных даров. Все это требует от человека определенных волевых усилий. Кажется, ну что особенного воздержаться от какого-то рода пищи. А когда человек вступает на путь поста, то оказывается, что чаще всего селенок не хватает. Сами-то мы думаем, что на многое способны. Особенно, когда размышляем о своем карьерном росте. Часто недумеваем, почему нас таких способных не замечают или почему нам не поручают ответственных дел. Ведь мы на все это способны и сделаем не хуже, чем кто-то другой. Преувеличиваем часто свои возможности. А когда сталкиваемся с, казалось бы, простым делом, ну воздержись от скоробной пищи, сил-то и не хватает. Для многих воздержание от пищи является неким индикатором, который определяет степень наших волевых усилий, нашу способность волевую. А значит, помогает и понять себя лучше. А для чего же нужно воздержание? Святой Макарий Египетский говорит, что цель воздержания – это не угнетение тела, а это оказание помощи душе. Да, действительно так. Мы воздерживаемся от пищи не для того, чтобы ослабить свое тело, свой организм, нанести ему какой-то вред, но для того, чтобы создать благоприятные условия для духовной жизни. Вот для тех самых размышлений о самих себе, для более сосредоточенной молитвы, для более отстраненного от различного рода искушений окружающих нас образа жизни. Святой преподобный Ефрем Сирин, молитву которого Господи и Владыка Живота Моего мы читаем много раз во время Великопостных богослужений, размышляя на тему воздержания, сказал вот что. Существует не только воздержание от еды и питья, но есть воздержание от иных проявлений человека. Воздержание в языке. И говоря на тему воздержания в языке или от языка, святой преподобный Ефрем говорит о том, что всякое пустословие, празднословие, а тем более осуждение, это то, что мы должны волевым усилием исключить, если принимаем на себя обязательства, связанные с постным воздержанием. Воздержание, положи, Господи, хранение устом моим. Неоднократно мы взываем этими словами к Богу, прося ограничить нас от пустых праздных и особенно от осуждающих слов. Продолжая размышлять о воздержании, преподобный Ефрем говорит, есть воздержание и глаз. Когда человек взирает на окружающий мир, то многое, с чем сталкивается его взор, может внушать человеку соблазн, искушать его, возбуждать чувство зависти и многие другие плохие чувства, которые оскверняют душу. Воздержание глаз заключается в сознательном отстранении, от созерцания всего того, что может разрушить внутреннюю целостность человека и его покой. Вот почему требуется воздержание от просмотра многих телевизионных передач, которые несут в себе много искушений и соблазнов. Вот почему люди не ходят в кинотеатры, не посещают театры и многое не делают того, что связано с искушением, с соблазном, с неким вызовом, с нравственному чувству. Продолжая размышления о воздержании, святой Ефрем говорит о воздержании слуха. И здесь приводят очень мудрые слова. В воздержании от слуха есть невосприимчивость к человеческой молве. В то время, когда жил преподобный Ефрем, тогда информация передавалась устно через эту человеческую молву. Кто-то сказал нечто, другой подхватил, передал, и таким образом люди знакомились с тем, что происходит в мире. Но и в том крошечном информационном потоке было много греховного. Были вымыслы, были осуждения, были сплетни. Да мало ли чего только не было. И предупреждает преподобный Ефрем не воспринимать, не поддаваться человеческой молве. Ну и насколько же этот совет важен сегодня, когда мы живем в информационном обществе, когда без информации не проходит буквально ни одной минуты, и когда информация является главным фактором, воздействующим на ум, на сознание, на волю, на чувство людей. И во время Великого Поста нужно поставить очень сильный фильтр. Он всегда должен быть, этот фильтр. Но во время Великого Поста сугубо отсеивая в этом информационном потоке все то, что может разрушить внутреннее состояние, помрачить сознание, толкнуть человека на осуждение, возбудить какие-то плохие чувства. А далее преподобный говорит о воздержании от раздражительности. И предупреждает, что раздражительность может перейти в гнев, может воспламенить человека, может помочь подтолкнуть человека к тому, чтобы потерять внутреннее спокойствие, разрушить свой внутренний мир. А потому особым образом нужно контролировать свои чувства. В том числе и те, которые возникают в ответ на внешние раздражения. Услышали злое слово, клевету в свой адрес. Или столкнулись с неисполнением указаний. Или еще с каким-то нарушением порядка, за которые несешь ответственность. Нужно стараться удерживать язык свой от гневных слов, чтобы, произнося эти слова, не разрушать своего внутреннего мира. И, наконец, последнее, о чем говорит преподобный Ефрем, это от воздержания от славы. К славе люди стремятся. Слава связана с известностью, а через известность и с положением, с повышением некоего своего статуса, положения, слава ласкает слух, слава будоражит нервы. Для многих потеря славы это потеря смысла жизни. А преподобный предлагает нам отстраниться от славы, не искать славы. А если уж слава сопровождает того или иного человека в силу его положения или в силу особых талантов, в силу известности, то нужно научиться не упиваться этой славой, не искать ее, не считать, что именно слава и связанное с ней отношение людей являются непременным условием благополучия и даже счастье. Вот эти простые и мудрые слова преподобного могут принести большую пользу, если попытаться их осуществить. В повседневной жизни это сделать очень сложно. Вот поэтому церковь и предлагает время великого поста и как бы обращается ко всем людям остановитесь, задумайтесь, помолчите, оградите язык свой от зла, научитесь взор свой отводить в сторону, если он выхватывает из окружающего мира нечто, что разрушает ваш внутренний мир. Слух свой оградите от ненужной информации, разрушающей также внутренний покой и вносящий соблазн. Воздержись от проявления гнева и раздражительности, будь разумен восприятие человеческой славы. За каждым из этих мыслей целый мир, целая жизнь. И вот дай Бог всем нам по крайней мере прикоснуться ко всем добродетелям, о которых сегодня учит нас преподобный Ефрем Сирин. И тогда мы станем сильными, целостными. Целостность человека это залог его жизненного успеха. не устоит то царство, которое разделится в себе, не устоит та личность, которая внутренне разделена противоречиями, конфликтами, двойной жизнью, ложью. И для того, чтобы сохранить эту целостность жизни, и нужно воздержание. Вот почему святый Василий Великий и называет воздержание матерью целомудрия. А целомудрие это и есть образ мыслей и жизни, направленный на сохранение и укрепление целостности человеческой личности. Да поможет всем нам Господь спасительно пройти дни Святой Четыридесятницы. Я хотел бы сердечно поблагодарить Вас, Матушка, за добрые слова, которые Вы сказали, и за икону, которую Вы мне подарили. Я давно хотел посетить Свято-Троицкую Адигитриеву обитель, Зосимову пустынь, еще и потому, что старец Зосима родом был из Смоленского, с которым связаны 25 лет моей жизни. И поскольку именно в Смоленске почитался и почитается образ Божьей Матери Адигитрии путеводительницы, он и эту свою пустынь назвал Адигитриевой. И после того, как Зосимова пустынь вошла в состав Московской городской епархии в качестве Ставропегиального монастыря, я вознамерился посетить ее, но, к сожалению, в прошлом году по стечению различного рода сложных обстоятельств, связанных в том числе и с выездом из Москвы, я не мог этого сделать. Я хотел бы пожелать вам, всем сестрам, помощи Божией в том служении, которое вы избрали. Даже беглый взгляд на обитель, который я мог бросить, приближаясь к ней, дал мне представление о том, что это замечательное место. Вам надлежит и дальше благоустраивать обитель, внешнее, но самое главное внутреннее. Радовался сегодня слышать и молиться в храме, где так хорошо пели сестры и четко исполнялся устав великопостной службы. Пусть Господь помогает вам и дальше возрастать в благочестие, а всем сестрам пусть Бог даст силы исполнять послушание и стяжать спасение. И в память о пребывании хотел бы подарить вот этот образ Иверской иконы Божией Матери. Пусть Царица Небесная хранит обитель и ограждает ее от всякого зла. А каждый из сестер хотел бы передать вот такое прекрасное изданное священное писание. Всем всем, кто сегодня присутствовал на службе хотел бы также передать вот небольшие иконочки с изображением Христа Спасителя и с Патриаршем Благословением. И прошу духовенства или может быть сестер сразу после службы раздать верующим эти иконочки. Храни вас всех Господь дорогие мои. Здоровья всем мира душевного мира в семьях благополучия в трудах успехов. Малышечка благословитель насохотает. Не толкайтесь, не толкайтесь. Помогаю вам Богу дорогие мои. С помощью Божией всем спаси Господи. Не толкайтесь. Давайте малышечку дожду от этого славим покажем. Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Егорова Продолжение следует... Редактор субтитров Корректор А.Егорова